Утро в сарагашском хозяйстве начинается с пяти часов. Каждый день украинских бурёнок породы Гольдштейнфриз расписан. Новейшее оборудование позволяет доить одновременно несколько голов. За животными ухаживают 19 человек. Среди них доярка Гаухару Респаева. Коров мы доим три раза в день. В первый раз в пять утра, второй раз в час дня, в третий раз в девять вечера. Одна корова даёт от пяти до пятнадцати литров. Я здесь работаю месяц. Уже привыкла, хотя вначале было сложно. В 2004 году фермеры взяли кредит на сумму 14 миллионов тенге и за несколько лет сумели расплатиться с кредиторами. Сегодня на ферме почти 600 голов крупного рогатого скота. В год здесь производят свыше 400 тонн молока. «Наше молоко покупает фудмастер, забирает по 98 литров. Также получаем субсидии в размере 10 тенге за литр. Получается, нам остаётся 98 тенге. Этих субсидий, конечно, маловато. Было бы хорошо, если бы государство увеличило их до 25 тенге». В ежедневный рацион поголовья входит кукуруза, люцерна, зерно и витамины. Причём фермеры сами выращивают сельхозкультуры, которые затем идут на корм. В день здесь получают до трёх тонн молока, что в месяц приносит порядка 9 миллионов тенге. В скором времени на ферму планируют завести ещё 100 голов этой же породы. Развитие молочного и мясного направления власти региона считают крайне важным. Ведь это не только прибыль хозяйства, но ещё и продовольственная безопасность. В области свыше 800 хозяйств по производству молока, которое находится в большей части Сайрамском районе и Шумкенте. В текущем году от государства на снижение себестоимости молока выделяется более 372 миллионов тенге.